Кирилл Парамонов занимается переработкой пластика. Из этого материала получается вот такая тротуарная плитка. Прочнее бетона, не боится сырости, высоких температур, хорошо моется и не скользит. Возможно, из такой плитки, изготовленной из фторсырья, уже совсем скоро будут укладывать тротуары на сочинских улицах. В Германии, например, это делают уже 20 лет. 4600 бутылочек из-под шампуня идет на дно производства. То есть мы понимаем, какой объем выброшенных бутылок из-под шампуня, либо же бытовой химии мы перерабатываем в полезный и важный для города продукт. Другой сочинский предприниматель срубы деревьев перерабатывает в уголь для мангалов, а из использованного пенопласта изготавливает пеноблоки. Это маленькая вырубка из пеноблока. На самом деле его размер 50 на 30. То есть может использоваться в строительстве. Попробуйте, он легкий, удобный. Технологии по переработке фторсырья презентовали главе города Анатолию Пахомову, который заинтересовался идеями местных бизнесменов. А уже на заседании экологического совета подчеркнул, что такое современное производство поможет решить мусорную проблему на курорте. Мэр также рассказал, что 48% всех отходов в Сочи – пищевые. А это порядка 400 тонн выброшенных продуктов в сутки, которые можно было бы перерабатывать в индустриальном парке. Я уже дал вчера поручение главе Лазаревского района, чтобы у нас инвестиционное предложение на форуме было о том, чтобы создать индустриальную свиноферму, которая будет базироваться на том, чтобы заключила договора о утилизации пищевых отходов, вывозила. Если на этой ферме будет перерабатываться до 50% всего сочинского мусора, еще около 7% пластика, дерева и бумаги будут обрабатывать местные бизнесмены, то утилизации в Сочи будет подлежать лишь 30% твердых бытовых отходов. И мусорный вопрос на курорте таким образом будет практически закрыт. Также на заседании экологического совета Анатолий Пахомов поручил разработать генеральную схему озеленения Сочи. Для этого в каждом районе курорта нужно проанализировать дефицит деревьев и кустарников.